Меня зовут Наталья Астемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал». Я работаю в Грозном. Я начала работать систематически в нашем правозащитном центре с 20 марта 2000 года. И это была очень тяжелая работа. И со временем она меняется. То есть, если сначала нужно было выезжать в села, которые или только бомбили, или только что произошла зачистка, и там нужно было, во-первых, зафиксировать это событие, рассказать о нем, но и существенную часть моей работы составляет юридическая работа. Почему я работу выбрала такую? Я много лет работала учительницей. Я преподавала историю в школе. И мне очень нравилась моя работа. Мне нравилась работа с детьми. И, наверное, я надеюсь, что детям тоже нравилось, как я работаю, потому что вот уже прошло много лет. Мы очень часто встречаем моих бывших учеников. И всегда у нас очень теплые встречи, и они ко мне относятся с уважением. Мне всегда очень радостно бывают эти встречи. Если, конечно, я не встречаюсь с ними так, как я встретилась с некоторыми своими учениками, когда я узнала о гибели одного из них, когда я узнала, что другой мой ученик находится в тюрьме, и его пытали. Я узнала еще об одном ученике, что сейчас он сам работает в таком заведении, где пытают людей, и, возможно, сам имеет отношение к пыткам. Вот это, конечно, бывают нерадостные моменты. Я начала защищать права человека, наверное, все-таки регулярно, это было с 91-го года. Тогда я работала в школе, и наша задача была, прежде всего, защитить школу. А это значит защитить учителей. Нам перестали платить заработную плату. Это нонсенс, но это было так по всей России, но у нас это особенно остро ощущалось. И мы тогда, у нас всерьез начал работать профсоюз, и мы требовали, чтобы государство выполняло свои обязательства по отношению к нам. Было такое создано общество узников фильтрационных лагерей, куда пригласили меня потом на работу. И мы создавали своей целью, во-первых, облегчить положение этих людей в Вичкере, а они нуждались прежде всего в том, чтобы им помогли с лечением, и чтобы на них не смотрели, как на предателей, чтобы реабилитировать их в обществе. Ну и в перспективе мы хотели с тем, чтобы заставить Россию ответить за то, что произошло. Но мы не успели, началась Вторая война. Тогда я делала то, что могла. То есть сначала, да, мы рассказывали о том, что происходит в Грозном, в Чечне. И вот с 20 марта я уже начала свою регулярную работу, когда я приехала в поселок Алды и собирала материал о жуткой зачистке, которая была там, о убийстве десятков людей. И вот летом прошлого года это дело было рассмотрено и победило в Страсбургском суде, было выиграно. Работа правозащитника была тяжелой в Чечне тогда и остается тяжелой теперь. Каждый день мы работаем официально как бы с 9 до 5. Но на самом-то деле работа наша начинается до 9 часов. Таких стабильных сотрудников у нас в Грозном 6 человек, включая двух юристов и мониторов, которые занимаются очень разнообразной работой. Кроме того, нам приходится заниматься и такой работой, как мониторинг. Это долгое время была главной нашей работой. То есть мы описываем те события, которые происходят в Чечне. Все эти события потом можно прочитать, о них можно прочитать на нашем сайте. Где есть такой раздел «Хроника насилия», где мы пишем каждый день то, что происходит в Чечне, то, что нам удается узнать, то, что мы успеваем узнать. Нам приходится и помогать нашим юристам, которые работают в Страсбургском суде, собирать информацию для них. Потому что многие из них находятся в Москве, а нам нужно бывает выезжать в Чечне, в маленькие села, в города, где живут пострадавшие, с тем, чтобы им помочь в работе, уточнить какие-то сведения. Дальше нам приходится работать с администрацией Грозного и районов. Нам приходится работать с правительством. В общем, работа эта очень разнообразная. Впервые мы сказали людям, вы имеете право обратиться в Страсбургский суд. Чаще всего нас его называют так. Мы сказали людям в 2000 году. И первые наши заявители были те, которые попали под бомбежку колонны беженцев возле шамьюрта, те, которых убивали на Старопромысловском районе Грозного, когда входили российские войска, и те, которые погибали под шлейфовыми обстрелами, это называлось, когда боевики выходили из Грозного, а потом проходили села, то, как правило, было так. Как только боевики вышли из села, ушли из села, это село начинали бомбить. Вот это были наши первые дела. И одно из первых дел было дело по убийству мирных жителей в Алдах. И я помню, как лица тех заявителей, которые выиграли это дело, на этих лицах не было радости. Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости. Потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда. Потому что они и до сих пор надеются, и теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным. И то же самое для всех других заявителей Страсбургским судом. Сейчас выиграно уже больше 30 дел в Страсбургском суде. И это очень важно для людей. И вот, как я уже сказала, во-первых, важно услышать, что не виноваты жертвы. И то, что суд этот дает надежду на то, что преступления будут расследованы. И самое главное, что больше такого не будет, что больше не будут безнаказанно убивать, что больше не будут безнаказанно бомбить села, похищать людей. Потому что теперь есть организация, которая может спросить за это и потребовать наказать виновных. И Страсбургский суд имеет для жителей Чечни огромное значение. Перед правозащитниками в России и Чечне по-прежнему стоит проблема безопасности. Стоит по-прежнему эта проблема. Если человек настоящий правозащитник, то он постоянно нарушает те ненаписанные законы, которые создает российское государство. Только сегодня я узнала о том, что мои коллеги Грозницкие вчера были задержаны в одном из сел. Просто потому, что они хотели заснять то место, где некоторое время назад пытали людей. Теперь там уже нету тех, кто пытал. Теперь там вроде бы никого нет. Но тем не менее их задержали и больше трех часов держали в милиции. Им угрожали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!